Доброго времени суток, мои хорошие! Я сегодня с вами на кухне и хочу сделать самый простой, самый бюджетный и очень вкусный пирог к чаю. Ну, совершенно из минимума продуктов. Итак, начинаем делать. Сначала я в мисочку взобью 2 яйца. 2 яйца с 150 грамм сахара. По одному яйцу разбиваем. В пиалочку. Мало ли, все-таки, все бывает. Яйцо есть яйцо. 2 яйца. Обязательно щепотка соли, без соли никуда. И 150 грамм сахара. Все это просто перемешиваем, чтобы чуть-чуть подтаял сахар с яйцом. Побелеет яйцо немного, поменяет цвет. Духовку, кстати, уже можно включить. Настолько пирог быстрый, что не успеете и глазом моргнуть. Надо уже ставить чаек и пить чай. Погода сегодня такая прохладная, но на дождь вот так крутят, крутят, крутят облака, но, увы, никак. Так, чайная ложка ванильного сахара. Перемешиваем. Где-то ложки 3-4, а то и больше. Давайте сделаем 5. Все-таки это пирог. Здесь ничего больше не будет. 2-3, ну это где-то 1 треть 200 граммового стакана. 5-6, все ложечка нам не нужна. 6 ложек подсолнечного масла. Все перемешиваем. Сахар нам больше ванильный не нужен. Сода. И у меня здесь сколько грамм? Это у нас, ой, капает. Это у нас, наверное, 250 грамм. Нет. Короче, сейчас посмотрю, выливаю сюда варенье. Любое варенье, ребят, у меня... Так, сколько у меня здесь? Здесь 350 миллилитров. Это у меня Юля угощала. Значит, апельсин, по-моему, с лимоном. Ну, в общем, апельсинкой пахнет. Что там за ингредиенты, я не скажу вам. Я не делала такого повидла. Стоит у меня баночка. Думаю, ну-ка я ее израсходую. У меня будет такой вкусный, оранжевенький пирог к чаю. Варенья много. Ну, это просто давно уже стоит. Думаю, пришла его пора. Его доля. Ммм, пахнет очень вкусно. 350 грамм. Варенье любого. На ваш вкус, скажем так. Сейчас самый интересный будет процесс. Значит, чайная ложка полная с горой соды. Сейчас эта вся красота начнет белеть, шипеть и пузыриться. Полностью меняется цвет варенья. Шипит, 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 шипит. Ммм, вот такая масса. И выросла в объеме. Заметили? Работает сода с кислотой, которая в повидле или в варенье. Теперь добавляем муки до состояния густой сметаны. О, как это зашипело. Гляньте, поднимаются, как в миске. Вот что значит реакция. Что творить? Сода. Вырабатываем тесто такое прям, ну где-то, наверное, стакан муки сюда уйдет. Перемешиваем, чтобы консистенция была густой-густой сметаны. Мука осаживает тесто чуть-чуть. Муки еще мало. В общем, где-то уйдет 250-300 грамм сметаны. Ой, сметаны, ребятки. Муки. Думаю об одном, говорю, ну как всегда, все как всегда. Сегодня какой-то такой день немного, ну он мало того, что погода давит, плюс то он как-то так порвался на кусочки. В здании погуляли, потом вот-вот дождь хлынет. И вот так целый день дождя ждем, 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 никак не дождемся. Но решили уже завтра с утра съездим на дачу, все дела поделаем, что там по огороду нужно. Вот. А сегодня занимаемся домом, квартирой, чего-то к чаю. Вот. Такое тесто прямо интересное. Что творит сода, да? Прям очень интересное. Я думаю, еще вот эту ложечку вмешаем. Ребята, там был, значит, комментарий по поводу того, что острый перец нужно обязательно садить подальше от сладкого перца. Ребят, кто внимательно слушал, значит, ну повторяю для тех людей, кто не понял, в чем там была суть. Витя попросил посадить две перчинки, красную и желтую, именно непосредственно рядом с горьким перцем, для того, чтобы он опылился немного, болгарский обычный сладкий перец, опылился и был чуть-чуть слегка горьким, потому что Витя любит горький перец. А все основные горькие перчинки мы посадили далеко от этого перца, от сладкого. Конечно же, мы все понимаем, что идет опыление и весь красный перец сладкий будет горьким однозначно. А две штучки посадили чисто так для пробный вариант, именно сами для себя, чтобы посмотреть, что оно получится. Может быть, даже и я погрызу, потому что я вот этот горький перец не могу кушать, для меня он слишком такой, ну, боюсь обжечься. Вот. А если он будет в меру горьким, то почему бы и нет, может быть, и я с Витей поем. Так, ну, ребятки, я сейчас вытираю стол, ставлю форму и отправляем в духовку наш пирог. Значит, здесь два яйца, 150 грамм сахара, ложка ванильного сахара, 6 ложек подсолнечного масла, полная ложка соды с горочкой и 350 грамм варенья, любого. У меня вот такая форма с выемочкой, такая кексовница с серединкой поднятой, 1 треть чайной ложки подсолнечного масла. Я понимаю, что в этой формочке никогда ничего не прилипнет, но мне хочется, чтобы и мой кексик отошел как можно легче, поэтому я не ленюсь и смазываю и серединку, и бортики этой формы подсолнечным маслом. Вот так. И теперь лопаточкой, где моя лопаточка? Теперь лопаткой я все наше тесто отправляю в форму. Варенье у меня было теплым, достала я его давно из холодильника, поэтому все ингредиенты более-менее такой летней температуры. Выкладываю в одну сторону, потом лопаткой мне будет удобно распределить все по всему периметру этой формы. Она очень удобная, быстро выпекается, и мытья мало. Ее ополоснуть буквально 2 минуты, высушить и снова на хранение. Все, собрала я все тесто. Сейчас я распределю все по форме одинаковым. Вот так вот. Все, стеточка у нас ушла. Теперь я просто вот так стукну, и тесто совершенно ровно разляжется по всему периметру. Все можно отправлять в духовку на 25-30 минут. Ребятки, пирог в духовке. Ну и пока печется пирог в духовке, надо же что-то и к ужину приготовить. На ужин сегодня у нас будет 2 вида вареничков с картошкой и с капустой. Наши домашние достала с морозилки. Вот они стоят. Вот это вот с капусточкой, вот это вот с картошечкой. Вот. И сейчас закипает водичка, а пока закипит вода, мы сделаем с вами зажарочку уникальную из домашнего сала. Пахучего, ароматного. Режу такими тоненькими полосочками на шкварочку. Что за вареники без добрых шкваров, да? Вот так. Меленько порежу. Сковороду включаю. Мелко порежу салка. Вместе со шкурочкой. Она у нас тоненькая, вкусная, слегка соломочкой обработана. Сало очень вкусное, домашнее. Вот она, наша мелкая шкварочка. Так. Все. Отправляем на сковородку. Теперь порежем лучок. У меня две луковицы и перья из зеленого лука. Они будут уникально себя чувствовать в вареничках. Лучок меленько. Давно мы не ели вареников наших. Они лежат, лежат. Ну вот настало время и для вареников. Сейчас зашкварчат наши шкварки. запах пошел уже. Это наш лучок репчатый. А это наши, вот они, луковые стрелки. Прямо с семенной коробочкой. Она очень нежная. Их даже добавляют в салаты. И тушат со сметаной, и с грибами, и как хочешь. И просто додают до любого блюда. Тоже мелкими колечками порежу все. Ой, в глаза залез лук. Печет. Здорово. Все, сейчас выжарятся шкварочки, но не до коричневого цвета, а чуть-чуть дадут нам, ой, чуть-чуть дадут нам жирок на сковородку. Надо на воду посмотреть. Ох. Вот. И туда добавляем лук с нашими стрелочками. И прожариваем. Шкварочку слегка можно посолить и поперчить, чтобы она не была пресной. Ой. Ух. Хороша шкварка будет у нас. Вода закипит. Я посолю водичку и отправлю вместе вариться и с картошкой, и с капустой. Будет великолепный ужин. И пирог к чаю. Все подождем, ребята. Не могу, глаза пекут. Ребятки, вода закипает, шкварочки жарятся. У меня готовый мой красивый пирог. Я сделала без вас, не успеваю трошки, без вас сделала глазурь шоколадную. Здесь 20 грамм сливочного масла, 30 грамм молока, столовая ложка сахара и столовая ложка с горкой подсолнечного масла и ванильный сахар. Подсолнечного ванильного сахара. Боже мой. Так, молоко, ванильный сахар, какао и сливочное масло. Кошмар! Я напишу все подробно. И вот так вот поливаю, поливаю глазурью. Пускай она стекает по нашим желобкам красивым. Как раз закипает вода. Сейчас отправлю варенички и будем садиться и ужинать, и чаевать. Глазурь проварилась минут 5-10. Такая густенькая. Пока варенички сварятся, наш пирог успеет постыть. Глазурь уникальная. Вода закипела, я ушла. Ребятки, ужин уникальный, вкусный, полезный, украинский, готов. Варенички с картошкой, с капусткой, стынут, с пылу, с жара, прям паруют. Сметанка, шкварочки с луком и с пером лука, да, как оно называется? Да, стрелы. Стрелочки, ну, короче, лучок, стрелочки зеленого лука, шкварочки, варенички и вот такой красивенный пирог из варенья. Посыпала его стружечкой фисташки. Вот он, вот такой в разрезе. Ароматный, вкуснячий, ну, вареники это вообще чудо. Лепите вареники, чтобы они были всегда в холодильнике впрок. Так вот, раз достали, поели, ужин готов. И муж улыбается. Добрый вечер, у нас вечеря, мы будем в вечеря. Вареники. И вам бажаем тоже гарного аппетита, гарного вечера, мирного неба и скорейшей перемоги. Да, и всем здоровечка. Держитесь, мы сильные, мы сможем, мы выдержим, мы дождемся перемоги и будем жить еще лучше, чем жили. Все, всегда с вами Витя, Лена и Степан. Вкуснячий ужин с вот таким обалденным ассортиментом блюд. Все, пока-пока, до завтра. Пока.